Итак, прошу прощения за то, что сегодня пришлось так оборвать ролик про заточку. Сегодня, так сказать, первые были попытки наточить на станочке пародии на Apex Pro. Я хотел вам показать поближе, что получилось вот, значит, кромочка такая. Вот, это на водниках, там 4 водника, я уже говорил, показывал, в принципе, как он режет. Вот, вот такая кромочка, нож Фортуна, он в таком чехле, там есть у меня обзор на него. Ну, давнишний ножик мой, так скажем, очень приятный. Вот, вот так вот заточился, значит, и получилось, ну, то, что резал, я показывал. Там, с листом бумаги, вот, ну, начал резать. До этого вообще не получалось, то есть, что-то все-таки, ну, ну, кое-где у нас замены. Вот, если вот берешь прям носик, носик, конечно, режет отлично. Всегда все хорошо, вот. Ну, вот, все-таки так вот он у нас режет. Вот, что хочу сказать. Ну, вот от гриндера остались, как тащил дедушка на этом, значит, станке. Вот, ну, как-то вот отполировалось вот так достаточно. Это вот на водниках. Сегодня пришли, кстати, китайские алмазные камни. Ну, не знаю, я на них попробовал другой нож. Что-то как-то не так. Вот, и еще экспериментировал я вот на этом. Тоже это китайский. Покупался на базаре давным-давно. Вот такая вот у него кромочка вышла. Тоже на водниках попробовал заточить. Вот, но, ну, получилось вот, скажем, вот так вот. Вот, все же экспериментируют с бумагой. Но этот вот достаточно очень хорошо так режет. Вот, довольно-таки, считаю, достойный заточку. Вот, причем мне водники даже очень понравились. А чем алмазы? Там, не знаю, алмазы, не знаю, просто, просто на шкурку наждачную наклеена. Так, давайте пониже. Вот. Ну, встали даже, не знаю, какая здесь. Вот. То есть, просто сегодня такие эксперименты были. Вот. Ну, жду нормальный станочек. Вот. Вот как-то так вот. Ну, этот неплохо. Неплохо заточился. Довольно-таки. Вот. Даже лучше, чем, конечно, тот. Потому что там, ну, пострадала кромка. Здесь вроде, как, в принципе, получше. Вот. Ну, можно все изрезать, значит, я-то, что хотел сказать. Показать просто кромочку, как все это получилось. Довольно-таки так она отшлифована. Вот. И, значит, я ее еще прошелся на досочке с пастой Гоя. Немножечко, прям немножечко совсем, чтобы не закатать там кромку, как говорят. Вот. А на том видео просто не хватило памяти на телефоне. Итак, я там еще раз проанонсировал, что придет ножик. Вот в ближайшее время, даже, может быть, на этой, ну, уже на следующей неделе. Достойный, интересный. И мы покажем, сделаем видео с его в работе, так скажем, по рыбе. Ну, от хороших производителей, общительных. Я расскажу все, покажу, что за ножик, конечно, будет интересно. Вот. Еще я пытался заточить, но на Апексе это точно не получится. Вот он, такой вот нож у меня есть, Хазар. У него вот такая вот режущая кромка, как это называется, как у скандинавых спуски. Или как конвикс, что ли. Я даже не знаю, как правильно это назвать. Вот. Пытался я его заточить, значит, просто на камнях. Ну, резать он у меня бумагу так и не стал. Ну, хотя, вот, нет. Наврал я. Режет, режет. На досочке я его поправил и довольно-таки, да, обманул. Обманул. Нет, режет нормально. Вот. Это все я, вот, так скажем, вот этот нож я выточу просто на обычном, ни на каких, ни на водных там камнях, а на обычном, я даже не знаю, я могу вам показать, что это просто обычный камень. Такие камни, вот. Ну, вот, да, довольно-таки режет, оказывается. Вот. Вот один из них, вот такой вот камень, китайский, двухсторонний. На нем я немножко его подровнял. Потом вот такой вот советский камушек. Вот. Я смотрел, что и точит, и на зерно. Я точил вот так вот, например. Вот таким образом. То есть, вот так. Потому что пробовал и так, ничего не выходило. Бумагу он не хотел резать. Вот. И вот такой вот, значит, камешек тоже. Я его убрал. Вот. Купил в хостоварах. Вот обычный китайский. Значит, вот на нем даже еще остались немножко эти. Вот, вот так вот брал и точил, в принципе. Не знаю, как, почему все точат вот так. Это может быть в какой-то момент. Но я всегда, например, вот так вот точил. Вот. Вот. Поэтому я не знаю. Ну, вот от и получилось, в принципе, все. Ну, я думаю, неплохо с конвиксом. Потому что, ну, сначала не получалось ничего вообще. Вот. Потом я все-таки вот с досочкой, с досочкой мы его одолели. То есть, резать он у нас все-таки стал. Вот. Вот. Еще что по этому ножу хочу добавить, что я его вот сейчас обрабатываю. Он даже немножко вот в масле. Льняным маслом рукоять ореховую. Вот. Она была у нас ничем не обработана. Ну, то есть, вот как я купил его в Кисловодске. Стали 65Х18. Вот. И я ее пропитал льняным маслом. Вот. Сегодня, думаю, последний день этой пропитки. И на этом остановимся. Вот. И будет все с ним хорошо. То есть, привел ножик в порядок. Ножи у него хорошие. Вот. И вот сразу цвет, кстати, стал такой у ореха. Это орех кавказский. Довольно-таки приятный. Вот. Ну, поэтому тоже ножу, как бы, вот что хотел сказать. Значит. Ну, как бы, вот и все. Проанонсировал я ножичек. Скоро будет видео. Так что подписывайтесь. Ставьте какие-то свои отзывы, мысли по поводу заточки. Заказал я специально тоже станочек, линию. Вот. Жду в марте. Ну, показывать, как точить, не буду. Потому что много видео. Все говорят одно так, другие вот так, третий так. А вот результат, как бы, вот он на глазах. Здесь без всяких вот это на Апексе все сделано. Тот вообще у нас Хазар вручную. То есть, я просто за брусками довел до такого состояния, что он режет бумагу. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Скоро встретимся. До свидания. Продолжение следует...